Микс Ньюз Гость в студии Здравствуй, мил человек. Проходи, гостем будешь. Выпьем, закусим, о делах наших скорбных покалякаем. Гость в студии Напомню, гость в студии, бывший член Национального Совета по электронным СМИ Гунта Лидека. Госпожа Лидека, вы только что признались о том, что вы взяли такую паузу, молчание. Это ваше первое интервью. Я, может быть, поясню и напомню нашим слушателям. В апреле вы заявили о том, что уходите в отставку, покидаете свою должность. 2 мая в Твиттере вы написали, что вот этим днем закончу с моего существования в статусе должностного лица. Спасибо всем, кто меня понял. Продолжу делать все, чтобы улучшать среду СМИ, написали вы. Расскажите, чем вы занимаетесь и как вы к этому хотите прийти? Продолжать свою работу, да. Я, наверное, несмотря на то, что, в принципе, я ни в каких недолжностях нет, я продолжаю заниматься, интересоваться теми вопросами, которые связаны с разработкой нового закона по общественным СМИ и по электронным СМИ. Это то, что я говорила перед уходом в парламенте, когда я встречалась с депутатами, я говорила, как решать проблемы, которые создались вокруг электронных СМИ в Латвии. И я считаю, что это самый главный вопрос, вот решить как раз вопрос по поводу нового закона, который сейчас вы видели. Если посмотреть по общественным СМИ, он уже в парламенте рассматривается. Да, есть еще и второй закон, который связан с этим законом. Это закон по электронным СМИ, который должен быть переработан, потому что это будет относиться к регуляции и разделению конфликта интересов между общественными СМИ и регуляцией медиа вообще. Это и самый главный, я думаю, вопрос, чтобы не было таких ситуаций, которые создались сейчас вокруг Совета по электронным СМИ в данной ситуации. Это самый главный вопрос. Конечно, есть куча других вопросов, которые должны решаться, потому что мы видим, что недовольствие медиами большое. С другой стороны, недоверие к медиам большое. Мы видим, что, если посмотреть на последние данные Евробараметра, то недоверие увеличивается в Латвии не только с СМИ, но и политики. Это коррелирует между собой. И я думаю, что и политика должна понимать, и медиа должны понимать то, что только в каком-то общем понимании, как развивается СМИ в демократичном обществе, мы можем выйти из такой ситуации, которая создалась сейчас в Латвии. Может быть, поясните немножко более развернутый этот новый закон о СМИ, в том числе, какие основные пункты... Ну, не СМИ, а общественные. Общественные СМИ, да. О каких основных пунктах идет речь? Что сейчас дорабатывается? Что обсуждается? Нет, вопрос в том, что закон общественных СМИ, он уже в разработке какое-то время, потому что это всем интересно. Общественные СМИ политику интересовали всегда, но если смотреть системно, то пока не решится и другая сторона, которая связана с какими-то директивами европейскими по регуляции европейского рынка. Вы знаете, там есть вопросы кабельного вещания, там есть какие-то программы, которые мы регистрируем, которые не наши программы. Вот если не решить и параллельно эти вопросы, то мы не выйдем из этой ситуации. Но вот это болезненное отношение как раз с общественным СМИ мешает смотреть на картину в общем. И вот это я как раз-то пыталась своим уходом объяснить депутатам парламента. Вот почему, может быть, для наших слушателей, поясните, почему вы ушли в отставку? Вот что было? Я думаю, что это было такое, ну, комплексные такие ситуации, которые создавались вокруг того, что происходит в Совете. Это, во-первых, ну, такая очень агрессивное отношение к институции, которое тоже не способствует репутации, ну, страны, потому что мы видим, что сейчас вот последний политический курс, который в Латвии после нового избрания парламента, он очень агрессивен, он очень популистичен. И мы не смотрим и не думаем о последствиях, которые это оставляет. Вот такие, ну, скажем, очень агрессивные коммуникации с независимым регулятором, он, конечно, не способствует репутации страны. С другой стороны, конечно, есть какие-то проблемы, вы видели, как конфликт создавался, и это опять вопрос общественного телевидения. В основном мы видим, это предвыборное время, это всех интересует. Конечно, избрание нового правления латвийского телевидения, оно проходило очень шумно. Я была единственная, которая сделала отдельно. Против, да? Да, была против. Это тоже немножко обострило ситуацию не только в Совете, но и в общем, в личном пространстве. Это, конечно, не способствовало какому-то улучшению. Всей ситуации. Ну, и третье, конечно, этот вопрос, который, я считаю, самым главным и фундаментальным, это как мы будем дальше относиться к регуляции масс-медиа в Латвии, чтобы они стали более демократичны и больше подходили под статью, как это происходит в Европе. 672-12-939, 672-13-939. Звоните нам, задавайте вопросы, также пишите 2061-91 в WhatsApp, мы прочитаем ваши вопросы нашему гостю. Вы сказали о том, что вот после выборов действительно настроения всеми радикализировались. Как вы это можете объяснить? Это сфера интересов пересекается. И в чем это выражается? По качественному анализу политических процессов в Латвии, вообще в обществе. И мы избираем то, что мы избираем. Мы избираем, если посмотреть вообще, вот вы уже в начале программы начали говорить про Трампа, про Америку, про эти популистические влияния, на ней как раз и отразились на нас тоже. Мы видим у нас в парламенте две популистические партии сейчас, которые проходят не это, я думаю, так это проходит по параметрам европейским. Это новая консервативная партия, это партия КПБ. И мы видим, что очень много можно достичь без аргументации, просто набрасываясь на те или не выгодных людей, или не те политически, ну скажем, не симпатичным партиям можно бросаться и говорить все, что угодно. Конечно, уровень политизации, я полагаю, и в Совете высок, и мы уже очень много говорили об этом и здесь в эфире. Принцип избрания Совета тоже, он не очень хорош. Это откровенно в последних заседаниях комиссии говорили политики, которые говорят у нас, мы ревниво относимся к тому, что представительства в Совете нет новых партий, я это откровенно лагала, говорила, я сказала, извините, но был такой очень хороший принцип, в свое время работа на законе, в котором можно было последовательно менять половину Совета, когда изменялся парламент, чтобы не было этих конфликтов. Это тоже было уничтожено, эта практика из закона уже не практикуется, и поэтому мы дошли до такой ситуации, когда вот новые партии вошли, нет наших каких-то членов в Совете, которые представляют какие-то наши интересы, и они начинают бороться за право иметь своих людей там. И это, я думаю, что это неправильно. И, конечно, мы говорим, что институт независим, он, конечно, мы видим, если какие-то политические партии, мы прекрасно знаем, какие политические партии кого выдвигали, я, наверное, была единственным человеком, которого избирала индустрия, и на это согласились все политические партии, но то, что представительство есть, это, конечно, тоже ухудшает ситуацию работы независимой институции. Как с этим бороться, это, конечно, вопрос персонали, это вопрос каких-то этических принципов, это вопрос, конечно, и понимания важности медийной среды для демократической страны. Это очень много комплекс вопросов, которым, я думаю, чем более, может быть, качественные будут институты, но если посмотреть на ту ситуацию, в которой находится сейчас регулятор, то я полагаю, что будет с каждым разом гораздо труднее выбрать профессиональных людей в совет, потому что... Ну, при нынешнем СЕМе, наверное, вы имеете в виду? Ну, я думаю, при системе тоже, потому что не только СЕМ, потому что я, конечно, удивлена и приятно удивлена, что в предыдущем СЕМе мне удалось попасть в совет, потому что... Вы себя свободно чувствовали? Я чувствовала себя свободно, потому что я делала свой выбор так, как я делала. Вы видели, чем это закончилось, конечно, да? Но я себя чувствовала свободно в плане того, что я делала те выборы так, как я считала правильным и, ну, как мне профессиональная совесть позволяла делать. Может быть, стоит напомнить о конкурсе, который вызвал достаточный резонанс в обществе. Неппл проводила конкурс на пост членов правления ЛТВ, и в ходе которого на эти должности были выбраны две кандидатуры. Это аналитик Олайнфарма Гелс, ой, простите, Эйнерс Гелс, и член правления по вопросам цифрового развития на эту должность была выбрана Эва Юхневича. И вот, как вы уже сказали ранее, вы были единственной из всего совета, кто проголосовал против этой кандидатуры. А почему вы пошли в разрез? Потому что я, как человек телевизионный уже лет 30, очень прекрасно понимаю, как работает общественное телевидение. Я знаю тех людей, которым в индустрии работают. Я прекрасно знаю, с чем надо будет сталкиваться будущему председателю управления латвийского телевидения. И я считала, что из тех кандидатов, которые остались уже в ходе конкурса, потому что было еще пару хороших кандидатов, которые сделали самоотводы, ушли в течение конкурса, я считала, что Эва Юхневича может быть председателем правления. Единственное, я не рассматривала Гейлса как кандидата вообще на члены правления. Я смотрела, еще рассматривала другие какие-то кандидаты. Там я рассматривала господина Митяосонца, который работал в Лателекоме, потом работал и был прокурористом латвийского телевидения. Он прекрасно разбирался в тех вопросах. Так что Гейлса не было на повестке моего дня. И я была удивлена, я сказала, что я за него голосовать не буду. Так что мне очень жаль, конечно, потому что он человек хорошего ума, и он хороший аналитик. И мне очень жаль, что результат закончился так, потому что эти люди тоже прошли какие-то, ну, все-таки препятствия, отборы, не из самых приятнейших, тем более, и они как-то попали в этот конкурс. Мне было очень, конечно, неприятно, что это все так закончилось. Я считаю себя тоже ответственной за то, что эти люди, каковыми бы они ни были, они не должны были пострадать. Вот ассоциация журналистов сразу после объявления итогов начала бить тревогу, подала заявление в прокуратуру, и та вот вся брошившаяся лава после извержения этого вулкана общественного на Гейлса. Считаете ли вы такой вот, ну, какой-то закономерной реакцией о том, что... Там есть вещи логические и очень нелогические, потому что борьба ассоциаций журналистов против Совета идет постоянно, это ничего не новое. Но, конечно, я думаю, что это не вопрос прокуратуры, в принципе, да, это был вопрос того, что, конечно, латвийское телевидение ждало, коллектив латвийского телевидения ждал самого лучшего, потому что они тоже измученные, у них нет денег, они безбюджетные, они боятся, они, ну, очень нервно относятся к этим ситуациям, и они, конечно, воспользуются ассоциацией журналистов, чтобы, ну, провести эту атаку, потому что я считаю, да, что Совет ошибся по выбору Гейлса, да, и это надо было признать и идти дальше, и избирать, найти человека, который был способен руководить латвийским телевидением. Госпожа Лидыка, налейте, пожалуйста, наушники, да, давайте начнем принимать звонки. Доброе утро, мы вас слушаем. Добрый день. Добрый. Госпожа Лидыка, когда-то Зубарев, помните такого, у вас назвал человека, который не боится ни черта, ни дьявола, я вам второй раз говорю за эти годы, вот. Скажите, пожалуйста, вот на сегодня, как вам кажется, вот ваш опыт вхождения, ну, скажем, в такую власть, что ли, вот, он вам не повредит, поскольку я лично к вам, вот лично я, да и не я один, к вам очень относимся, ну, как бы вам сказать, с превеликим уважением, да, вот так вот я рассказал. Спасибо большое. А не отразится ли это на вас, поскольку вы же знали, куда вы идете, и вы правда надеялись что-то там изменить, что-то там поправить, что-то там сделать полезное? Мне кажется, это очень тяжело. Да, спасибо большое, очень хороший вопрос, потому что, да, я надеялась, поэтому я и согласилась, потому что у меня, из-за того, что меня избирала индустрия, что они боролись за то, чтобы я была там, потому что они меня считали профессиональным человеком, и я не могла не оправдать их доверие. Я надеюсь, что, да, что это в будущем, да, конечно, это отразится, но я думаю, что не в худшую сторону, потому что любая дискуссия такая с большим ажиотажем дает возможность подумать всем, что же на самом деле происходит, и может быть, да, конечно, это неприятно, очень неприятно, но я не стою на то, что вот это принципиально не нужно было сделать, я считаю, что необходимо об этом говорить. Нужно менять ситуацию, потому что мы видим, что медиа – это очень важная отрасль, без которой страна не может жить, у которой особенная роль в развитии демократичной страны, и если мы это сообщение поймем, мы можем остаться без государства, в принципе, да, и это надо понимать, и об этом кому-то надо говорить, и поскольку я ничего другого в своей жизни не делала и занималась только медиами, мне это очень важно. Ну вот как раз-таки и вопрос, нужно ли, чтобы в Совете обязательно были представлены политические, ну вот, партии, поскольку это ведь напоминает, ну, я не знаю, вот сразу ассоциации вот комиссаров, там, не знаю, в Красной Армии, которые вот в линию партии проводят, то есть это не профессионалы, а только те, кто отстаивает интересы конкретной вот политической группы, да? Я думаю, что нужно более профессионально, и не только в Совете, но и в парламенте тоже, люди, которые понимали, ну, процесс общества, потому что, ну, мы последние годы в Совете все-таки, мне кажется, что ситуация улучшилась, мы достигли того, что начинать уже говорить на основе каких-то исследований по поводу развития каких-то вещей, особенно по отношению общественных СМИ, что не происходило, да, что это очень важно, это такой очень трудный, дорогой процесс, и, конечно, политикам легче сказать, это вы плохо работаете, уходите, мы найдем другого, вместо того, чтобы вникать в эти проблемы. Это надо постоянно вести, постоянно диалог, объяснять, потому что я думаю, что сейчас все в смятении, потому что что же делать с ситуацией дальше, и ее надо как-то разрулить дальше, чтобы дойти до какого-то результата, мы видим, что Совет остался с четырьмя членами Совета, мы видим, что у латвийского телевидения нет правления качественного, и это не результат, до результата нужно дойти, но это нужно уметь сделать, и сейчас, конечно, все дело в руках парламента, потому что, ну, мы сказали, все плохо, Совет парализован, работать, в принципе, в нем очень трудно, вы видите, что каждое слово, чего бы ни сказали мои бывшие коллеги, это все ни к чему не приводит, и не будет приводить, пока, ну, не будет сделано какие-то системные изменения, поэтому я уже говорила, что я буду помогать делать все, что угодно, чтобы ситуацию изменить, и, ну, конечно, по отношению на ДАЦ и Тесбер это понятно, всем не нравится, что она из зеленых христиан, которые в оппозиции, и ее обязательно нужно снять. Вот думаете, предложение министра юстиции именно с этим связано? Я полагаю, что это одна из частей, потому что это открыто и сказала Лагала, что мы относимся очень ревенимо к тому, что нет наших там, но это никак не решит ситуацию, потому что сейчас войдет в состав Совета человека новой консервативной партии, и дальше что? Мы все прекрасно будем знать, и как только немножко поменять политические ситуации, опять не будет такого равновесия. На примере вашего сотрудничества с госпожой Кесбера, поскольку она представляла, ну, я не хочу говорить, представляла интересы конкретной партии, и, по крайней мере, ну, была представителем. Но, занимая свою должность, вы можете сказать, что она была нейтральна? Я могу сказать, что то, что связано с вопросами, я не могу сказать, что было бы какие-то политические установки, потому что они были невозможными, поскольку мы видим, что, ну, как это отражается в политике, там очень трудно на что-то влиять, да, посмотреть с точки зрения, даже если ее представляют какие-то политические партии. Но, конечно, каждый человек, который приходит с каким-то багажом, у него есть какие-то понимания того, как это делать. И я думаю, что мне иногда не хватает вот этого академического знания. Я не сказала, что было такое какое-то политическое давление. Нет. Но были какие-то моменты, когда мы видим, что, ну, скажем так, какие-то профессиональные вещи не выигрывали. Я бы не сказала, что вот как-то так сильно… В угоду политике, да. Ну, в угоду политике, но, может быть, что-то не сделать. Может быть, сделать не так, да. Потому что в угоду политике, я думаю, что это надо забыть, что политики думают, они очень наивные, если они думают, что они могут открыто влиять на СС массовой информацией. Журналисты учатся, ассоциации учатся, они все прекрасно понимают, как работает медийная система в Европе, как работает… Я думаю, что они гораздо умнее и образованнее, чем политики, которые думают, что они могут прямо и открыто на это влиять. Пытаются, но это невозможно, это должны… Потому что мы видим, что как только конъюнктурно меняются рейтинги политических партий, меняются и отношения к политическим партиям. И политические партии должны понять, что это очень сильно коррелирует, чтобы политики должны понимать, что как раз-то в диалоге с масс-медиам качественные дискуссии мы можем делать, чтобы в стране отношение к СМИ и политике менялось. Потому что они в одной запряжке, политика и медиа, мы видим, каждый день мы говорим о том, что происходит в стране, журналисты говорят об этом. И если у нас бы главным вопросом было, как сделать лучше свою страну и не только говорить, что у нас все плохо, и сделать так, чтобы у нас были какие-то общие цели на благо страны и людей наших, то я думаю, что для всех бы было лучше. Но пока у нас нет этого диалога и понимания роли каждого из них, и политики, и масс-медиа в Латвии. Если мы говорим сейчас о СМИ как независимом в автономном институте, в частности о Совете по электронным СМИ, и сейчас, ну, откровенно говоря, подрывается именно такое понимание этого института, что вы можете сказать о самих журналистах? Насколько они свободны, если мы говорим о латвийском радио, о латвийском телевидении? Ну, я думаю, что если мы говорим о журналистской среде, то тоже здесь есть очень много вопросов. Я бы не сказала, что журналисты профессиональны, непрофессиональны. Я думаю, что то напряжение, которое лежит и на журналистов, потому что денег не хватает, того нет, этого нет. Аналитикой заниматься очень трудно. Мы, в принципе, в основном занимаемся чем? Пиаром, да? Потому что берем лету, и лету дает определенный объем пиаровской информации, которыми пользуются почти все медийные организации, потому что создать свою повестку дня не в силе, потому что это очень дорого. И я думаю, что это и с этим связано. Вопрос, я думаю, я очень долго думала о том, я не хочу винить журналистов, потому что они тоже стараются. В рамках своего понимания, что происходит в стране, насколько они информированы, потому что сбор информации – это очень дорогое дело. Они не способны такой объем информации обработать, поэтому я думаю, что на нынешний день повестка дня в Латвии занимается как раз пиаровская организация, которая дает эту повестку дня, и мы ее потом перевариваем. И здесь очень важен еще один вопрос, вопрос медиакритики, который у нас в Латвии нет, и я считаю, что это очень-очень важная вещь, что у нас есть кинокритика, у нас есть критика театра, всего чего угодно, культурная критика. У нас нет медиакритики, которая очень важная составляющая всего процесса, чтобы и журналисты посмотрели на себя по-другому, потому что они, чего бы ни делали, все правильно, потому что мы об этом не говорим. Мы должны правильно, не унижая, не обижая, говорить об этом. Мы должны анализировать эти процессы. Но это тоже аналитика, и она тоже очень дорогая, и она должна быть качественной. У нас в школах только начинают сейчас в университетах учить. У нас есть в одном университете только курс медиакритики, который очень важная составляющая. И об этом мы должны думать. Мы не должны сказать... Ну, у нас, в принципе, если посмотреть, ну, риторика, если посмотреть парламента, то если это отразить в СМИ, ну, это отражается так же, да? Ну, и вот говорят, вот журналисты непрофессиональные. Ну, мы отражаем то, что там произошло, да? Ну, вот у меня вопрос все-таки о Национальном совет по электронным СМИ. Вот вы сказали, что мир журналистики меняется. Да. Как он поспевает за тем, что ведь сейчас практически влияют на умы людей не только профессиональные журналисты. Получается так, что... Инфлуенсеры, да, огромные другие подлогеры, да, блогеры. Да, и вот это вот, это то, что вот как вот с этим взаимодействовать, как это, ну, не то чтобы контролировать, но хотя бы вот взаимодействовать, насколько Национальный совет, ну, вот где все-таки я понимаю, что часто есть какая-то инерция, люди прошлых лет, где привыкли, мы знаем, что есть несколько, вот, значит, государственных телеканалов, радиовещений, это легко, это мы понимаем, но сейчас появляется огромнейшее количество вот людей-инфлуенсеров из народа, так сказать, которые вообще откуда-то, как грибы после дождя. Да, и становятся очень популярными, которые конкурируют с масс-медией. Да, да, и вот как с ними взаимодействовать, ведь это, опять-таки, фейк-ньюс, это, ну, какие-то вброшенные... Из моего эту мычу. Ну, да, ну, и да, вот я думаю, что это тоже очень такая опасная вещь, о которой должна думать журналистская среда как раз. Вот, и если посмотреть, вот, ну, хотя бы на ассоциации журналистов, которые занимаются политикой, вместо того, чтобы, ну, улучшить условия качества журналистов и журналистики в Латвии, то одна из вещей, я думаю, что должна бы была быть такова, что мы конкретно знаем, что у нас есть репрезентативная организация, которая представляет и говорит, говорит, этому мы доверяем, потому что это профессиональная журналистика, и она как-то должна быть, ну, отражена в этих институциях, и у них есть кодекс этики, какие-то вещи, эта этика рассматривается. У нас, в принципе, у нас сейчас, посмотрите, у нас есть вот этот новый совет по этике при Министерстве культуры. У меня вопрос, сколько дел мы рассмотрели? Мы знаем, что народ недоволен теми или другими вещами по СМИ. Сколько у нас было дел, чтобы увидеть, что вот это было сделано неправильно. Все у нас правильно, но это не способствует доверию, потому что мы не можем критически на себя посмотреть и сказать, извините, мы сделали неправильно, мы ошиблись, мы будем в будущем делать лучше. И это и есть тот качественный процесс профессиональной журналистики. Об этом мы тоже вот сейчас как-то не думаем, все у нас правильно. Мы все самые правильные. А народ смотрит и говорит, нет, вы неправильные, мы вам не верим. Вот этот вопрос страста доверия, это самое важное. И вот я думаю, что и роль журналистских организаций должна быть другой. Сказать, извините, ребят, это фейк, а это есть настоящий журналистик. А этого, извините, у нас нет пока. У нас есть политический процесс. Как вы оцените с точки зрения вашего экспертного мнения и профессионализма ведущего? Телеведущий в прямом эфире ЛТВ в рамках своей передачи Гундерс Редерс, у него была в гостях директор Центра защиты прав потребителей. Он в конце завершения передачи абсолютно сменил тему и использовал свой эфир для того, чтобы обратиться к телезрителям, указать на непрофессионализм совета и даже указал на его идиотизм. Вот к такой выходке. Во-первых, мне интересно, был ли журналист потом, может быть, наказан, привлечен? Нет, это был такой системный подход к отношению к тому, что произошло. Это произошло не только в латвийском телевидении, это произошло и в ТВ-3 потом. Вот эти заявления, которые были сделаны. Я считаю, что эфир использовать для этого нельзя, тем более, что программа, но говорить журналисты такое имели право. Но они должны были это сделать в какой-то другой форме. Ну что, это должна была публикация в Фейсбуке? Да, да. Вы можете написать письмо, не знаю, в парламент, в Эбу, поставить, как мы говорим, в лету пиар-вещи, но делать такие вещи в эфире, используя этот эфир, потому что если посмотреть на то, что любой другой человек это не может в стране делать, да, если ему что-то не нравится в институции, которая им руководит или что, он не имеет такого права. Это имеют право только журналисты, это неправильно, потому что общественные СМИ это для всех. А то, что они должны и могли это говорить, это однозначно, и они имеют на это право, но только не используя эфир. Мы сегодня вот говорим об общественных СМИ, вы когда-то сказали о том, что Совет очень, наверное, чересчур много концентрируется именно на общественных СМИ. Да, да. Что вы имели в виду? То есть вообще не уделяется внимания коммерции? Нет, я думаю, что мы видим, что основные вещи мы вот в последнее вот это время, которое было, у нас было, мы сняли в управлении латвийского радио, потом мы ставили новое латвийское радио, потом мы сняли латвийское телевидение, мы ставили новое латвийское телевидение. И те вопросы, которые, у нас, например, вопрос надземного вещания, который очень важный для всех телевидений, который так и стоит, потому что никому нет времени на это и некогда заниматься. У нас есть вопросы регуляции рекламного рынка, у нас есть Есть вопросы, потому что денег не хватает ни у кого, не хватает ни у общественных СМИ, ни у коммерческих СМИ. Об этом тоже нет времени, желания говорить, это даже никто не слышит. Мы занимаемся только, потому что политики это интересно, мы занимаемся только общественными СМИ. И это, конечно, меня немножко смущает. И я думаю, что разделение как раз-то, я думаю, будет способствовать, что если есть одна часть общественных СМИ, ими занимаются отдельно, и есть регуляции масс-медиа, в которой мы занимаемся, ну, скажем так, вне зависимости от того, что происходит в общественных СМИ. Но то, что ситуация трудная во всей медийной среде, это надо признать. И я полагаю, что, ну, медиавопрос должен быть в повестке дня сейчас самым актуальным. И, может быть, даже хорошо, что вся эта суета вокруг этого происходит, потому что это даст возможность разъяснять, услышать, может быть, и что-то поменять в будущем, потому что, конечно, ситуация очень сложная. А будете ли вы принимать участие в том, чтобы пытаться что-то изменить в будущем? Да, конечно. То есть это остаётся в ваших... Да, это моя жизнь, я этим занималась всю жизнь. В той или иной форме я буду это делать. Я ещё пока не знаю, как конкретно, потому что я теперь объясняю и встречаюсь с людьми, общаюсь, и мы пытаемся говорить, потому что я думаю, что без этого нам никак нельзя. Слушатель задаёт вопрос вам, он написал, у меня есть журналистское расследование, как мне его подать обществу через широкий канал? Самый широкий канал, мы прекрасно знаем, это Фейсбук. Ну и всё равно он будет ограничиваться кругом только своих друзей. Но это вопрос, да, конечно, сколько у вас следователей. Есть какие-то альтернативы? Есть какие-то альтернативы. Я думаю, что это очень закрытые институции, контент, который и не из, поэтому я думаю, что это проблема общественного СМИ. Я думаю, что единственное, может быть, с кем можно говорить, это ЛСМ, но это, в принципе, очень закрытый институт, и это и была проблема, почему нужны были изменения в общественном СМИ, что оно не представляло все группы интересов общества. Ну, должны же быть журналисты, которые должны реагировать на сообщения жителей для того, чтобы расследовать. Почему очень многие, если бы посмотрели, например, те же самые, самые популярные СМИ в Латвии и Делфи. Нет, у них есть рубрика «Репортеры» и даже «Латвия». И это очень хорошая форма, поэтому я полагаю, что они и есть самые популярные, что они общаются со всеми группами аудитории, что даёт им возможность участвовать, и это очень важно. И это, я думаю, что и должны понимать общественные СМИ. За этим будущее, да? Да, конечно. А на ваш взгляд, почему, допустим, вот в рамках конкуренции, если мы возьмём порталы, да, то есть, почему, допустим, на первом месте коммерческие Делфи, а не общественные ЛСМ? Ну, и это и есть связано с тем, что я уже говорила, что это очень закрытая, очень консервативная институция, если смотреть по исследованиям, то это, если посмотреть по телевидению, очень, очень, ну, скажем так, пожилая латышская аудитория, не русская. Это аудитория, которая, ну, она очень узкая, она не представляет всё, и поэтому и Делфи популярны, потому что они смотрят на разные низшие потребители, на которые они работают в разных разрезах. Если посмотреть, открыть Делфи, вы можете для себя найти всё. Я думаю, что общественное телевидение, общественные СМИ этого не смогли сделать. Ну, стремиться к этому надо. Более бюрократическое получается. Из-за этого и произошли все эти события. Мы видели, были проблемы, что сделать с русской аудиторией. Если посмотреть, очень слабо представлена молодёжь, русская аудитория, и что с ними делать, как до них дойти. И вот эта неспособность решить, это, конечно, губит общественные СМИ, потому что они, да, они не первые. Они не делают повестки дня, что немаловажно, что и общественные СМИ, если посмотреть вообще то, что происходит на медийном рынке, они должны были быть теми, которые делали повестку дня, а не латта, извините. Да, нам пора заканчивать. У нас в гостях сегодня была бывшая член национального совета по электронным СМИ Гунта Лидыка. Спасибо вам большое за это. До встречи. До встречи.